Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 186. Нам нужно вычислить устно и пункт А. 0,75 минус 0,7. Чтобы вычислить устно это задание, давайте уравняем количество знаков после запятой. То есть добавим после семерки 0. Теперь, когда одинаковое количество знаков после запятой, можно забыть о запятой и 75 вычесть 70. Получаем 5. И 2 знака было после запятой в десятичных дробях, значит, 2 знака мы и должны отделить на действующих местах. Ставим 0. 0,05 получили. Теперь 0,05 мы умножаем на 20. Умножаем, не обращая внимания, на запятую. 5 на 20 – 100. Теперь вспоминаем о запятой. И в десятичной дроби было 2 знака после запятой. 2 знака мы и отделяем. В итоге получили единицу. Единица минус 0,2. После любого натурального числа можно поставить запятую и дописать сколько угодно нулей. Дописываем 1, чтобы уравнять количество знаков запятой. 10 минус 2 – 8. И один знак отделяем запятой. 0,8 получаем. 0,8 делим на 0,4. Так как в этих дробях одинаковое количество знаков после запятой, то про запятую мы вообще можем забыть и просто 8 делим на 4, получаем 2. Вот при делении уже не надо никаких запятых нам ставить. При делении, если одинаковое количество знаков после запятой, мы про запятые просто забываем и делим как натуральные числа. В итоге в пункте А мы получили 2. Пункт Б. Единица минус 0,25. После единицы здесь мы ставим 2 нуля. Почитаем 0,25. 100 минус 25 будет 75. И ставим запятую. Отделяем два знака после запятой. Теперь 0,75 умножаем на 2. Умножаем сначала, не обращая внимания, на запятую. 75 на 2 – 150. И два знака запятой мы отделяем. Раз, два. 1,5. 1,5 делится на 0,3. Вот здесь у нас деление. И одинаковое количество знаков после запятой. Значит, о запятых мы вообще можем забыть, больше не вспоминать. Просто 15 разделить на 3 будет 5. И теперь мы из 5 вычитаем 0,05. После 5 ставим запятую, дописываем два нуля и вычисляем. 500 минус 5 будет 495. И два знака запятой деляем. 4,95. Значит, мы получили в пункте П 4,95. 0,9 минус 0,09 уравниваем количество знаков после запятой. 0,90 минус 0,9. 90 минус 9 будет 81. Значит, мы получаем 0,81. Теперь 0,81 делим на 9. 81 делим на 9. Получаем 9. И два знака было после запятой в дроби, которую мы делили. Здесь мы делим дробь на натуральное число, а не дробь на дробь. Поэтому о запятой приходится помнить. Два знака отделяем. И на недостающем месте ставим нули. 0,09 плюс 0,6. Уравниваем количество знаков после запятой. 60 плюс 9 будет 69. И два знака после запятой у нас должно остаться. 0,69. И 0,69 умножаем на 10. Чтобы умножить на 10, десятичную дробь, нужно эту запятую перенести вправо на один знак. В итоге мы получаем 6,9. Запишем здесь в ответ и пункт ДГ. 23,9 минус 3,9. Здесь одинаковое количество знаков после запятой. 239 минус 39 будет 200. И один знак после запятой нужно делить. В итоге 20 получаем. Дальше 20 умножаем на 0,15. И для начала 20 умножаем на 0,15. 20 на 15 будет 300. И два знака запятой нам нужно в получившемся произведении отделить, потому что в десятичной дроби, на которую мы умножали, было два знака после запятой. В итоге 20 умножить на 0,15 будет 3. Дальше из трех нам нужно вычесть 0,8. Ставим после тройки запятую. Уравниваем количество знаков после запятой. И вычитаем, не обращая внимания, на запятую. 30 минус 8, 22. И один знак в получившемся числе нам нужно отделить запятой 2,2. И последнее действие 2,2 мы делим на 0,1. 22 разделить на 1 будет 22. Но так как мы делили десятичную дробь на десятичную дробь, у которых одинаковое количество знаков после запятой, то мы забываем при этом деление о запятой и больше о ней не вспоминаем. Поэтому 22 – наш окончательный ответ. И в пункте Г мы получили число 22. Выполнили задание 186. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания – подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!